Всем мурмял, мои котятки, с вами Клофикити. Ну что, пришло время пройти вторым путем в игре Эхо и узнать, какие диалоги, какие сюжеты, какие события будут нас ждать, если мы пойдем по второму пути. Всем приятного просмотра. Итак, мои дорогие котятки, прежде чем мы начнем с вами исследовать второй возможный вариант развития событий в игре новелли Эхо, я вам хочу напомнить, что первый вариант, первую сюжетную линию, где мы с вами выбираем дядю Юру в качестве помощника, мы с вами уже прошли. Две серии на моем канале уже имеются по этой сюжетной ветке. И сейчас мы с вами начнем заниматься развитием второй сюжетной ветки. Как уже понятно из того, что я сделала акцент на дядю Юру, во второй сюжетной ветке мы с вами откажемся от помощи дяди Юры, и, ну скажем так, пройдем мимо его двора и посмотрим, что нам игра даст, если мы как бы не обратим внимание на хорошо известного нам человека. И еще такой небольшой вот, ну как бы спойлер, скажем так, даже когда мы проходим вторую сюжетную ветку в этой игре, нас игра будет всячески, прям вообще всячески склонять и намекать на то, что есть еще третья ветка. Точнее, даже там уже будет не ветка, а третья концовка. То есть у нас есть концовка с дядей Юрой, у нас есть концовка со вторым каким-то человеком, и еще есть одна третья концовка, в которую игра нас прям будет, знаете, вот пихать. Вот прям она будет нам говорить, давай, ну-ка выбери это, ну-ка выбери это, ну-ка выбери это. Но мы с вами это выбирать не будем. Мы с вами это выберем потом в еще одном моем прохождении этой замечательнейшей новеллы «Эхо от мультимедийной лаборатории Баба Нюра». Ну что, всем приятного просмотра. Может, все-таки кто-то сможет меня подвезти? Это и правда было бы неплохо. Я бы смог сэкономить немало времени. Может, успел бы съездить на могилку, побывать возле Дома Светы и даже успеть сегодня сесть на ночной поезд, чтобы не оставаться здесь ночевать. Или же наоборот, лучше остаться на ночь и никуда не спешить. Так или иначе, идти пешком было бы далеко. Жаль, что моего велика здесь уже давно нет. Интересно, остался ли здесь хоть кто-то из тех, кого я знал? А тех, кто смог бы узнать меня или хотя бы вспомнить? Хотя это уже не важно. Кстати, простите, котятки, важный момент. Мы уже в дом главного героя, в дом Артема заглянули и мы взяли все предметы, какие только можно. Мы с вами выбрали вариант не ложиться отдохнуть, а порыскать по дому в поисках предметов. Мы с вами взяли таким образом фонарик, банку тушенки и бутылку водки со штопором. Мне осталось делать совсем немного, чтобы навсегда обо всем этом забыть. Может, дядя Юра? Он часто подвозил нас до речки, когда мы со Светкой были маленькими. Плюс мы нередко сидели у его дома на бревнах. Помню, возле этих бревен толкались не только мы, но и другие дети. С другой стороны, он слишком много знает о нашем детстве, обо всем, что случилось. Не хочется все это ворошить. И все же на повороте я свернул именно в сторону дома дяди Юры. При виде знакомого автомобиля сердце как-то неприятно сжалось. Похоже, он здесь, и козлик его, судя по всему, на ходу. Может, все же попробовать поговорить с ним? Он точно не откажет. Интересно, как он вообще? Наверное, он меня не сразу узнает. Какое-то тревожное чувство внутри меня нарастало. Мне тут же захотелось уйти или стать невидимым. Позвать дядю Юру? Или, может, лучше найти кого-то, кого я не знаю и кто не знает меня? У нас здесь с вами открывается выбор, как бы позвать дядю Юру или отправиться дальше, пока меня никто не заметил. Опять же, повторюсь, ветку с дядей Юрой мы уже с вами прошли, поэтому у меня будет второй вариант отправиться дальше, пока меня никто не заметил. Нет, не могу. Наверное, со стороны я выгляжу как идиот. Но не могу и ничего с этим поделать. Я бы очень хотел пообщаться с дядей Юрой, но какой-то внутренний закостенелый социофоб сделал свое дело. Лучше найти незнакомого человека и докинуть пару сотен рублей. Я шагал по знакомой сельской дороге, и что-то внутри меня больно сжималось от того, что я снова здесь. Теперь это место немного чужое для меня, а я чужой для этого места и этих людей. Но это не важно. Мне просто необходимо попасть на кладбище, и все. На этом все и закончится. Завернув за угол, я увидел, как парнишка пытался завести старенький мотоцикл. Кикстартер отчаянно легался, но двигатель не заводился. Я становился как вкопанный. Вот это удача! Парнишка подозрительно покосился на меня. О! Привет! А ты на ходу? А что? Все так же подозрительно спросил незнакомый мальчишка. Слушай, дело в том, что мне нужно попасть на кладбище, навестить кое-кого. Здесь, в принципе, недалеко. Если подкинешь меня за 300 рублей, то я буду тебе очень признателен. Да, я знаю, где кладбище. Обратно можешь не забирать. Я сам. Что скажешь? Ну что, мои дорогие котятки, если мы с вами отклоняемся от сюжетной ветки с дядей Юрой, то нам попадается мотоциклист. Мальчишка на мотоцикле, который согласен отвезти нас на кладбище. И сейчас, опять же, тоже такой небольшой спойлер или забег вперед. Нам с этим мальчишкой нужно подружиться, чтобы получить вторую концовку. И мы сейчас будем этим заниматься. Ну да, можно. Я как раз только кольцо на поршни поменял. Надо бы проверить, прокатиться. Но, кажется, я свечу залил. Увы, я об этом ничего не понимаю, так что ничем не могу тебе помочь. Сейчас я сам. Это недолго. Согнувшись, парень принялся возиться с мотоциклом. Спросить, как его зовут. Итак, мои дорогие котятки, у нас есть вариант спросить, как зовут этого парня, или просто посидеть рядом в тишине. От этого, ну, как бы, скажем так, тоже зависит концовка игры. Вот от того, что мы с вами выберем. То есть это, можно так сказать, один из ключевых моментов в игре эхо. Я, моя цель получить, ну, вот все-таки, как бы, вторую, что ли, возможную концовку. Цель подружиться с этим парнем, поэтому я спрошу, как его зовут, и буду всячески поощрять наше с ним общение. Тебя как звать? А? А, Вова? Вова хотел протянуть мне руку, но потом немного замешкался и произнес. Э-э-э, прости, у меня руки грязные. Ничего, меня, если что, Темой зовут. Ладно, не буду тебя отвлекать. Да ты не отвлекаешь. Сейчас. Похоже, и правда залило. Как-то с обидой признёс парень и принялся громко продувать свечу. Эх, жаль, что я не могу тебе помочь. Всегда хотел научиться разбираться в технике, но так и не сложилось. Да это, я особо-то и не разбираюсь, так. Любитель. Вова неловко улыбнулся и принялся заводить мотоцикл. Немного полегавшись в ответ, старенький Юпитер наконец затарахтел. О, получилось, получилось. Садись скорее. Я тут же сел сзади и схватился за плечи мальчишки. Лишь бы не навернуться. Уже через несколько секунд пейзажи с сельскими домами сменились хмурым лесом, который всё ближе и ближе подступал к дороге. Помню, как мы катались здесь со Светой и на велосипедах. Когда ездили на могилу её отца. Помню, мы неоднократно застревали в этих илистых лужах. А потом, стоя по колено в этой грязи, помогали друг другу вытаскивать велики. Всё же на мотоцикле намного удобнее, чем на велике. Наверное, Светке бы очень понравилось так кататься. Когда мы стали пробираться к кладбищу чуть ближе, я заволновался. Узнаю эти камни. И этот ручеёк справа. Заехав в глубокую лужу, Вова, по всей видимости, попал в колею и начал буксовать. Немного понадрывавшись, двигатель мотоцикла захлебнулся и окончательно заглох. Вот блин! Мы близко. До кладбища осталось 10 минут хода. Здесь я и сам могу добраться. Пойти пешком или помочь Вове вытолкать мотоцикл из грязи. И это как раз таки тот момент, про который я вам говорила в начале этого видео, мои дорогие котятки. И сейчас игра нас с вами будет всячески подталкивать к тому, чтобы мы оставили Вову и пошли пешком до кладбища. Либо мы всё-таки будем вступать в контакт с Вовой и события будут развиваться немножко по-другому. То есть, опять же, даже вот здесь у нас с вами стоит выбор, к какой концовке мы хотим прийти, ко второй или к третьей. Но, по-моему, в игре всего три концовки. Их может, конечно, быть четыре котят или пять. Но, скажем так, вот здесь наступает момент, когда мы можем прийти ко второй или к третьей концовке. Этих выборов у нас уже с вами был несколько раз. То есть, спросить Вову про его имя. Либо вот здесь вот мы можем выбрать пойти пешком. Ну и далее приблизительно вот то же самое сейчас будет у нас с вами происходить. Тоже игра нас будет ставить в ситуацию, где мы можем пойти пешком. Или всё-таки продолжить контакт, устанавливать свой. Итак, пойду пешком. Осталось совсем чуть-чуть. Это будет одна из концовок, котятки. И надо помочь парню, а то будет до вечера здесь из-за меня возиться. Да, видите, как бы игра такая на нашей совести пытается вот как бы сыграть. Я выбираю вариант. Надо помочь парню, а то будет до вечера здесь из-за меня возиться. Я вообще всячески сейчас буду идти к тому, чтобы с Вовой подружиться. Давай помогу. А, да, давай. Я спрыгнул с мотоцикла и попал ногами прямо в лужу, в которой мы застряли. Твою же... Теперь ноги сырые. Ладно, ничего страшного. Придётся потерпеть. Потом обсохну. Вовка вновь завёл двигатель, а я уперся ногами и принялся толкать мотоцикл изо всех сил. Но сколько я не пытался вытолкнуть мотоцикл из грязи, ничего не получалось. Через несколько минут, запыхавшись, я решил передохнуть. Посмотрев на меня, Вова несмело предложил. Давай попробуем раскачать его. Тяни его сначала на себя, а потом от себя изо всех сил. Я последовал совету Вовы и через несколько секунд усердной работы Иш начал выбираться из ямы. Мои брюки были в грязи, а ноги сырыми. Вот блин, теперь все промокли. Но зато осталось недалеко. Садись. Ноги сырые, вода неприятно хлюпают в ботинках. Сесть с ним или пройтись пешком? Опять же, мои дорогие котятки, игра нам говорит, иди один. Или всё-таки прокатись немножко с Вовой, установив с ним контакт, дружеские отношения. Опять же, повторюсь, мои милые, я выбираю вариант два. Пожалуй, прокачусь с ним ещё немного. Хорошо. Прокачусь с тобой ещё немного. Уж больно понравилось. Вовка улыбнулся. Слушай, прости за вопрос. А зачем тебе туда? Там кто-то из твоей родни лежит. Сказать ему, как есть, или отмахнуться, не объясняя подробностей. Опять же, мы сейчас можем просто сказать, что ищем могилу дальней родственницы, или рассказать всё, как есть, в двух словах. Это тоже, ну скажем так, один из ключевых моментов, который влияет на развязку. Но, так как мы пытаемся Вовку расположить к себе, то я всё скажу, как есть, в двух словах. Ну, как бы, чтобы вызвать его понимание картины, куда мы едем и зачем. Там могила подруги моего детства. Сухо проговорил я, стараясь не предавать своим словам эмоционального окраса. Она умерла, когда мы были ещё старшеклассниками. Я там ни разу не был с тех пор. О, ну да, прости. Офигеть, конечно. Ладно, поехали. Сейчас мигом доберёмся. Я вновь уселся позади Вовы, и он тут же выжил ручку газа. Старательно объезжая все лужи, мы подбирались всё ближе к кладбищу. Осталось немного. Ноги совсем сырые. Лишь бы не простудиться. Хотя в рюкзаке у меня есть чем согреться, конечно. Да, мои дорогие котятки, я зашла в дом и взяла всё то, что мы там нашли. Но всё же обувь и носки было бы неплохо просушить. Вскоре лес начал расступаться. Перед нами появилось начало кладбища. Вова остановился и заглушил двигатель. Парень явно никуда не спешил. Честно признаться, мне бы хотелось побыть здесь одному. Расплатиться с ним и попрощаться. Итак, снова у нас с вами встает выбор. И он тоже влияет на концовку этой новеллы. Либо мы отдаём деньги, поболтаем с ним немного и попросим нас покинуть. Либо выбираем вариант «Ладно, не стану же я его прогонять». Я поблагодарил мальчишку и протянул ему деньги. «Возьми. Спасибо тебе большое. Сильно выручил». «Да ничего, обращайся». «Ну что, поедешь до дома?» «Или хочешь прогуляться со мной?» «А ты что, обратно не собираешься?» «Если что, я могу подвезти, мне несложно». «Спасибо, но я ещё планировал добраться до дома своей подруги». «Кажется, теперь он заброшен». «Слушай, я могу подкинуть. Доплачивать не нужно. А где это?» «Кольнула. Раньше там хутор стоял из нескольких домов». Вовка немного изменился в лице. «Что?» «Да ничего, просто это далеко». «Отсюда есть прямая дорога, всего несколько километров». Было заметно, что туда Вовка очень не хотел ехать. «Да, но там дорога ужасная. Застревать будет на каждой луже». Парни явно что-то смущало. Наверняка у её дома теперь дурная слава. «Столько смертей». «Ладно, это даже к лучшему». «Слушай, а давай так. Я могу попросить тебя оставить мне свой номер. Скорее всего, я проторчу там пару часов, а потом мне нужно будет двигать обратно. Если бы ты за мной заехал, я бы доплатил тебе ещё пять сотен». Вовка немного помялся, но всё же согласился и оставил мне свой номер. «Что ж, неплохой вариант». «Да, мои дорогие котятки, неплохой вариант. Действительно». «Но не придётся заранее спешить, чтобы успеть домой до темноты». «Я попрощался с Вовкой и двинулся вверх кладбища». Позади раздался рёв мотоцикла. «Ну, вот и всё. Теперь я один. Осталось лишь найти могилу. Подожди ещё немного. Я уже рядом. Давненько я здесь не был. Кажется, теперь здесь стало чуть больше могил. Неприятное волнение сжало мне грудь. Я полез в рюкзак и достал смятую тетрадку. Я верну её. Пускай и прошло так много лет. Для тех, кто, может быть, не в курсе, мои дорогие котятки, и как-то так получилось, что смотрят прохождение этой новеллы именно с этого момента, когда-то давным-давно наш главный герой, его зовут Артём, он забрал у своей подружки Светы на могилку, чью мы сейчас пришли, он забрал анкету. Анкета – это такая, знаете, тетрадочка, где было написано несколько вопросов. Вопросы могли быть абсолютно разными. И эта тетрадочка гуляла, например, по рукам одноклассников, и одноклассники вписывали свои фамилии, имя, отчество, и отвечали на эти вопросы. Вот это вот такая тетрадочка, она называлась «Анкета». Так вот, Артём когда-то давным-давно забрал у Светы эту анкету, и так ей её и не вернул. И вот сейчас у него цель – отдать ей эту анкету, оставив её на могиле. Ну, точнее, закопав её в могилу. Я всё помню. Ну, теперь пришло время попрощаться. Где же ты? Наверное, её похоронили возле своих родителей. Наверное. По-другому ведь и быть не может. Мысли путались. Кажется, я разговаривал сам с собой вслух. Просто сбивчивые слова. Так бывает. Ни к чему нервничать. Где-то здесь. Я шёл среди старых могил и больше всего на свете боялся проснуться. Не в этот раз. Теперь всё по-настоящему. Вот ты где! Ну, вот и встретились. Я зашёл за ограду, и мои глаза сразу же стали влажными. Ничего. На портрете она была как раз такой, какой я её запомнил. В последнее лето. Теперь мне было не отвести от неё глаз. Меня словно приковало. Я опять начал почему-то думать, что этого не может быть. Как живой и улыбающийся человек вдруг может стать мёртвым? Как так? На ощупь, не отрывая взгляды от портрета, я подошёл к столику у могил и положил на него тетрадь. И тут же всё это в один миг перестало иметь какой-либо смысл. Тетради, поездки. Мне просто нужно было оказаться здесь ещё тогда. Набраться храбрости, взять себя в руки и оказаться здесь. Вот и всё. Я с шумом выдохнул и отвёл глаза в сторону. А вот и могилы её родителей. Лежат вместе. И памятник у её родителей общий. Возможно, просто так дешевле. Интересно, её мать тогда специально не устанавливала памятник мужу? Потому что всё чувствовала наперёд и знала, что осталось немного. Или это просто стечение обстоятельств. А рядышком и могила бабушки. Заболоцкая. Наверное, девичья фамилия. Были Заболоцкие, стали Соловьёвы. А потом и никого не стало. Потому что все умерли. И никто из них не жил ни долго, ни счастливо. Помянуть. И опять у нас с вами, мои дорогие котятки, встаёт вопрос, пить или не пить. Сразу же скажу, мои дорогие, что алкоголь, равно как и курение, как и употребление других веществ, очень сильно вредит вашему здоровью. Ни в коем случае не употребляйте ни первое, ни второе, ни третье. Но вообще, если рассматривать традицию, ну, как бы даже не традиция, наверное, это... Хотя, да, если брать традицию, ну, у нас у христиан, да, у нас как бы не положено пить. Но вот как-то обычно почему-то всегда поднимают рюмочку как за здравие, да, так и за упокой души человека. Вот, поэтому не знаю, как это повлияет на сюжет и на развитие. Что интересно будет, если вообще нигде не выпивать? Как игра пойдёт, не знаю. Что будет, если пить везде? Тоже не знаю. Что будет, если, например, с дядей Юрой вначале пить, а потом не пить? То есть у нас там ещё вариант встаёт, выпить или нет. Я не знаю, котятки мои дорогие, что делать. Может, если мы не будем вообще нигде пить, наш главный герой простудится, заболеет, останется здесь, я не знаю, или у него будет жар. Я не знаю, почему-то нам предлагают всегда выпить и делают акцент на то, что холодно, сыро и промокли ноги. Может быть, всё-таки нам с вами выпить? Давайте достанем бутылку и выпьем 50 или 100 грамм. Надо помянуть, чтобы всем было хорошо, ну и мне чуть-чуть полегчало. Всё же хорошо, что я не поленился притащить с собой перцовку. Недолго думая, я достал бутылку из рюкзака и поставил её на столик рядом с могилами. О, и тушёнку удачно захватил! Хотя бы будет чем закусить. Разложив свой старенький ножик, я принялся вскрывать банку тушёнки. Запах вкусный, видимо, я проголодался. Откупорив бутылку, я немедля от души приложился к ней. В горле тут же потеплело, а на языке остался жгучий привкус красного перца. Наскоро закусив огненный напиток тушёнкой, я почувствовал, как мне становится чуть легче. Кажется, я проголодался. Старательно уминая консервы, я даже на миг повеселел. Лишь когда тепло от алкоголя и желудка, заработавшего на говядине, разжилось по всему телу, я остановился. Вновь взглянув на светин портрет, я опять не смог отвести от него взгляд. Повторить. Сделав ещё пару глотков, я почувствовал, как тепло растеклось по всему телу. Опять же, вариант «хватит пока что» или «выпить ещё раз». Причём, видимо, какая-то недоработка тех, кто текст составлял. Повторить. И у нас тут же, видимо, сразу показывают вариант слов главного героя после того, как мы выпили. Ну, давайте как бы убедимся в этом. Выпить ещё раз. Ну да, мои дорогие котятки, мы заранее уже прочитали с вами вариант, что скажет главный герой, если мы выпьем. То есть, сделав пару глотков, мне стало ещё теплее. Ещё раз посмотрев на её портрет, я подсел поближе и стал рыть землю на могиле руками. Земля успела отвердеть за эти годы, но всё же легко поддавалась, забиваясь под ногти на пальцах. Раскопав небольшую ямку, я вытащил заветную тетрадь из рюкзака и аккуратно уложил её в могилу. Присыпав всё землёй и аккуратно всё разровняв, я вновь уселся рядом и устаивался на портрет своей подруги детства. Вот и всё. Дело сделано. Опять подул холодный ветер. Кажется, я могу просидеть так целую вечность. Как много лет я не видела её лица. Только здесь, на этом фото, я увидел все её черты, которые уже успел позабыть. А ведь в детстве мы фотографировались. Нас фотографировали мои родители. Но большая часть фотографий осталась у неё. У меня сохранилось лишь несколько фото, где мы ещё совсем дети. Но были и другие. Их было много. Но всё потерялось. Хм. А те фото, что остались у неё, они сохранились? Наверняка они в доме. Надеюсь, там хоть что-то осталось. Надо двигаться к её дому. Скоро начнёт темнеть, и хотелось бы убраться к себе ещё до темноты. Я встал и ещё раз посмотрел на могилу её бабушки по соседству. Заболоцкая, Н.С. 1916-1986 Странно. Ведь Света упоминала о какой-то бабушке, которая иногда приходила к ним? Значит, это не она. Может, это вообще не бабушка, а какая-то близкая родственница? А бабушка? Не слышал, чтобы она умирала. Да и когда умерла? Мать Светы. Среди родни вроде не было стариков. Интересно. А почему они до сих пор не продали дом? Неважно. Пора. Шагая по дороге с лужами, я чувствовал, как мои мокрые носки прилипли к ногам. Как только доберусь до их дома, надо будет их попытаться отжать и хоть как-то подсушить. Лишь бы не заболеть. А то еще слягу с температурой и родителям придется забирать меня с дачи. Хорошо, когда тебя может кто-то забрать или навестить. Может, оно все и к лучшему. Все то, что случилось. Ведь неизвестно, как сложилась бы ее жизнь. Вновь задул сильный ветер. На этот раз намного сильнее. Как-то ветрено сегодня. Еще через некоторое время на дороге появился просвет. Пришел. Осталось совсем немного. А вот и он. Да, именно здесь я тогда и стоял. Когда отец кричал на свету, а в доме все гремело. Эти крики. Интересно, как часто это происходило в их доме? Если бы он только знал, чем все закончится. К чему все это приведет. Если бы хоть кто-то знал. Окна целы. Дом еще не разобрали на дрова. Похоже, его почти никто не трогал все эти годы. Там наверняка остались вещи. Ее вещи. Фотографии. Может, что-то еще. Что-нибудь да должно было сохраниться. Дом совсем не обвалился. Хотя раньше он был намного выше. А теперь он тянется к земле. Вслед за своими хозяевами. Да и дорога тогда еще была не заросшей. Как же быстро лес забирает свое. Еще немного, и от следов их жизни не останется ничего. Совсем ничего. Совсем ничего. Только лес. Как от соседних домов. Все скрыла высокая трава. Быть может, даже так уже случалось в этих краях. Кто знает, сколько раз эти земли становились пустыми, а потом вновь заселялись за тысячи лет. «Пока я стоял и думал о своем перед домом, с неба полились первые капли дождя. Очень быстро они начали превращаться в ливень. Проклятое место. Надо забраться внутрь, пока я не промок до нитки. Обойдя дом и пройдя через поваленный забор, я подошел к крыльцу. Немного покосившаяся дверь была не заперта. Как все же это странно. По идее, дом должен принадлежать теперь ее родственникам, а на нем нет даже замка. Если родня не следит за домом, то почему он до сих пор не продан? Может, местные рыбаки сорвали когда-то висевший замок? Я аккуратно открыл провисшую дверь на крыльце и поднялся по ступеням, шагнув внутрь дома. Скрип половиц разорвал многолетнюю тишину. В коридоре было темно. Даже распахнутая входная дверь, выдущая с крыльца в коридор, не давала достаточно освещения. Я достал мобильный телефон и решил подсветить. Двери, скрипучие доски на полу, какие-то тряпки и холод. Дверь слева была самой массивной. Кажется, именно она и вела в избу. Несколько дверей по другую сторону, наверное, вели к кладовым. В конце коридора тоже что-то было. Возможно, туалет или веранда. И там же виднелась лестница, ведущая на чердак. Нужно будет обязательно осмотреться. Но позже. Я двинулся к двери, ведущей в избу, ощущая, как воспоминания начинают шевелиться где-то в глубине сознания. В доме тоже было темно. Стоял неприятный запах сырости. Я помню, как переступал через этот порог. Помню, как Света суетилась на кухне возле печи. Когда мы с родителями приехали помогать ей. В детстве я тоже пару раз бывала здесь. Тогда все было намного светлее и дружелюбнее. Хотя, может, это просто мне так казалось, когда я был еще ребенком. Или в доме и правда пахло пленом и смертью. Мебель на месте. Даже какие-то тряпки остались висеть нетронутыми. Несмотря на неприветливый вид, не похоже, чтобы дом разворовывали местные. Хотя дверь открыта. Наверное, дом спасло то, что он находится не слишком близко к остальным деревням. Я шагнул дальше. Ну, надо же! Почти как раньше. Даже этот старый стол еще стоит. Помню, как мы со Светой разглядывали за ним комиксы и журналы в детстве, которые я ей дарил. «Когда мы стали старше, я уже старался не заходить в ее дом. И за родителей. Наверное, когда написала свои письма, посидела за этим столом. Занавешанные окна. Наверняка их ни разу не открывали с последних похорон. Кровать сдвинута с места. На лавках какая-то кастрюлька. Судя по всему, в доме все же были посторонние люди. Наверное, рыбаки. А может, даже дядя Юра. И этот старый советский сервант, который, возможно, был в каждом доме. Интересно, что в нем? Подойдя к серванту, я с треском отворил дверцы. В нос ударил сильный запах пыли и чего-то еще. Чего-то гнилого. Стопка бумаг, щита, пачки открыток, старые фотоальбомы. И письма. Неужели мои? Я взял аккуратно связанную стопку писем и внимательно осмотрел их. Почти ничего не видно. Кромешная тьма. Даже подсветка на телефоне не очень помогает. Но все же на конвертах мне удалось рассмотреть старые советские марки и незнакомый почерк. Нет, видимо, письма родни и друзей и родителей. А мои письма? Они тоже где-то здесь? Если бы хоть что-то было видно. Я же брал с собой фонарик. Совсем забыл про него. Да, мои дорогие котятки, напомню, что мы с вами... Что я без записи сходила в дом и потом только начала уже повествование этого видео. И здесь у нас с вами снова встает выбор. Либо мы рассматриваем, что он находится в серванте, либо мы не рассматриваем то, что в серванте может быть. Учитывая, что когда мы с вами проходили дядю Юру, я не смогла как следует рассмотреть этот сервант. Кто не знает, почему, добро пожаловать во второе видео по игре Эхо. Поймете, почему я не смогла все рассмотреть. То, проходя вторую ветку в этой игре, я тоже выберу достать фонарик из рюкзака и осмотреть сервант. Может быть, сейчас мне удастся здесь увидеть намного больше, чем в первый раз прохождения. Я выбираю достать фонарик из рюкзака и осмотреть сервант. Итак, в первом моем видео мы начали с вами сверху вниз. Собственно, на верхней полке мы остановились. Давайте теперь я пойду снизу вверх и посмотрим, к чему нас это приведет. Давайте начнем вот с этой стопки писем. От Болотовой ВС из Ленинграда. Интересно, кто это? Я достал письмо из аккуратно надрезанного конверта и пробежал глазами по тексту. Здравствуй, дорогая Надя. Погода в Ленинграде дождливая. Ходили с Мишей в театр. Писала, что Машенька заболела. Надеюсь, все уже хорошо. Как она учится? Ни одного знакомого имени. Кто это? Заболоцкой Надежде Степановне. Фамилия как на могиле. Ее бабушка? Точнее, письмо для ее бабушки от какой-то родни или подруги. Машенька – это, видимо, мать Светы, тетя Маша. Невероятно, как быстро пролетают мимо наши жизни. И старики когда-то были молоды. Я продолжила читать уже внимательнее. На повышение. И обещал помочь с памятником для мамы. Все же хорошо, что она лежит на кладбище, как и у всех нормальных людей. О ней как наша бабушка. Там был знаменитый актер. Мы фотографировались. Зина умерла. Об этом мне при встрече сообщил Витя. И я очень расстроилась. Зина умерла. Памятник для мамы. Лежит на кладбище, а не как наша бабушка. Это что, сестра? А что не так с их бабушкой? И кто такая Зина? Чем дальше в лес, тем больше дробь. Уже голова кругом. Отложить пачку с письмами в сторону и поискать что-то еще? Или продолжить читать? Я так понимаю, что здесь тоже у нас сейчас с вами будет только один вариант. То есть еще, наверное, письма почитаем и все к серванту мы не сможем вернуться. Как и в варианте с дядей Юрой. Не знаю, не знаю, мои дорогие котятки. Но давайте, давайте почитаем другие письма из пачки. Ведь нам с вами еще больше станет известно о семье свете, об их традициях, обычаях и всем вот таком. Давайте еще читать, мои дорогие котятки. Даже если мы не сможем заглянуть на среднюю полку серванта, ну, значит, на среднюю полку серванта мы с вами заглядем в моей третьей концовке по этой игре. Читаем другие письма из пачки. Я сложил письмо и убрал его обратно в конверт. Одно за другим письма мелькали у меня перед глазами. Поздравление с днем рождения. С Новым годом. Бытовые подробности и описание погоды. Иногда встречались упоминания о людях, которые умерли. В последнем письме адресату желали здоровья и скорейшего выздоровления. Видимо, это был конец. В этом же письме на глаза попались странные строки. А что же касается матери, то ко мне она больше ни разу не приходила с того момента, как я уехала. Не думай о плохом, но все же приноси их хоть иногда на могилку. На всякий случай. Негоже забывать о мертвых. Приноси на могилку. Значит, Светина прабабушка тоже похоронена здесь? Жаль, я не видел ее могилу. Интересны строки про то, что мать к ним больше не приходила. Видимо, во сне все в этом доме пропитано смертью. Даже сны. Но я помню, что Света упоминала в раннем детстве какую-то строгую бабушку, которой побаивался даже ее отец. Но ее родная бабушка умерла еще до рождения Светы. А прабабушка и того раньше. Наверное, речь шла о матери ее отца, приезжавшей к ним в гости. И все же что-то неприятное зашевелилось внутри меня. Где-то там, на самом дне. Котятке хочется добавить, что не достать. Глубже воспоминания о Свете. А что же касается матери, то ко мне она больше ни разу не приходила. Бред. Я отложил письмо вместе с пачкой в сторону. Я так понимаю, котята, нам все-таки дают возможность дальше рассматривать содержимое серванта. Да ладно, мне хочется, знаете, что сказать? Уи! И наконец-то я уже знаю все тайны этого серванта. Они как в первом прохождении. Ну что, давайте на среднюю полочку заглянем. Потому что я вижу здесь какие-то или книги, или фотографии, фотоальбомы. Мне кажется, фотоальбомы. Потому что упоминалось здесь как раз-таки про письма, фотографии, заметки. Да, фотоальбомы, мои дорогие котятки. Ну что ж, давайте разглядывать. Старенькие фотоальбомы. Открыв один из них наугад, я уселся за стол и начал всматриваться в старые фото. Незнакомые лица. Большинство из них уже нет в живых. Я перелистывал альбомы в надежде наткнуться на детские фотографии Светы. Но я даже не был уверен в том, что смогу ее узнать. Хотя можно было попробовать догадаться по свежести фотографий. Ну или по атрибутам времени. Пролистав пару альбомов, я ничего не нашел. Открыв большую толстую тетрадь, которая лежала между ними, мой взгляд сразу же упал на записи. Что это? Похоже на какие-то личные записи. Вау, мои дорогие котятки. Тут приложены фотографии и такие, знаете, довольно таки мрачные. Это народный поминальный обряд. Ритуальный ужин в память об умерших родных. Давайте прочтем. Умерший должен оставаться среди мертвых до тех пор, пока не наступят деды. Когда он должен прийти в гости. Во время похорон покойника стараются снабдить всем необходимым для долгого пути и для жизни на том свете. Если покойному чего-то не хватает, он сообщает об этом во сне. И тогда можно передать ему вещи, достаточно положить их на могилу. Да. Умерший должен оставаться среди мертвых до тех пор, пока не наступят деды, когда он должен прийти в гости. Во время похорон покойника стараются снабдить всем необходимым для долгого пути и для жизни на том свете. Но это да, здесь описаны старые обряды, когда в гроб к покойнику клали его личные вещи, которым он был привязан или которыми он пользовался в течение своей жизни. Например, тем людям, которые носят очки, в гроб положат эти очки. Кто любил, я не знаю, там, например, какую-то там авторучку, я не знаю, положат авторучку. Раньше в Египте вообще там фараонов, да, или каких-то царственных вельмож хоронили, точнее, ну их не хоронили, их же в гробницах, да, там оставляли. Там вообще со всем имуществом и даже с животными, то есть могли кошек, да, туда в гробницу засунуть, и кошки там вот погибали от голодной смерти. Поэтому вот здесь вот тоже описан вот этот вот момент. И говорится в этих записках, что если покойному чего-то не хватает, то он сообщает об этом во сне. Ну, например, забыли, да, очки положить, то покойный приходит во сне, и тогда вы можете отдать эти очки покойному, просто положив их на могилу. Слушайте, интересно, интересно. Итак, давайте прочтем, это мы с вами сейчас прочли саму тетрадь, а сейчас давайте прочтем то, что для нас сделали локализаторы. Об умершем говорили, что он пошел до дедов, ну, как бы отправился к праотцам котятки, если сказать иначе. Теперь на смену теплой и мягкой осени приходит поздняя осень, близкая подруга зимы. Отчасти это ассоциировалось со смертью. Природа умирала на целых несколько месяцев. Наступление поминального или задушного дня для покойников готовится целая пирушка. В этой деревне делали стол с различными блюдами и напитками и вызывали души усопших. Зажигали вино и лен и по цвету пламени судили о явлении душ, говоря при этом, «Чего потребуешь, душечка, чтобы попасть на небо?» Это весной. На Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а на дедов приглашают к себе домой, чтобы угостить. Почитание предков было одной из важнейших составляющих в культурах всех народов. У славянских же племен оно, пожалуй, было даже более развитое, чем у других. После смерти делались третины, девятины, сорочины, и все поминки сопровождались пирушками. Здесь, мои дорогие котятки, говорят, что покойного поминают, а точнее накрывают стол и угощают всех друзей и близких, кто знал покойного, на третий день после смерти, на девятый и на сороковой день. Эти дни считаются знаковыми в пути души на небо. То есть, если вообще прямо углубиться в эту тему, то считается, что первые три дня душа как бы облетает там, по-моему, точнее, как бы знакомится, что ли, с загробным миром. Потом в течение девяти дней она посещает вместе со своим, например, ангелом-хранителем любимые места, и после девятого, с девятого по сороковой дней душе особенно тяжело, так как ее знакомят с адом. Если я правильно вот помню, мои дорогие котятки, полгода назад почти мне как бы пришлось столкнуться с этой информацией. Мне пришлось это все узнать. Но могу как бы все-таки ошибаться. И да, есть дни, когда мы должны посещать наших близких на кладбище, умерших. А видите, вот тут вот еще в игре нам рассказывают, что были дни, когда люди умершие души к себе приглашали. Вы представляете? Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Колющие режущих предметов на столе быть не должно. Кушали ложками, которые время от времени оставляли на столе, чтобы предки могли ими воспользоваться. Каждое блюдо подавалось парно. Если семь блюд, то на четырнадцати тарелках. Перед тем, как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов, которую обычно размещали на подоконнике. Осенние деды проводятся с 1-2 ноября. Тут мы с вами сейчас прочитали, мои дорогие котятки, обряд поминок, как мы поминаем усопших. И здесь, я так понимаю, все-таки больше прям вот славянский фольклор, славянские обычаи, да, я так понимаю. Сейчас все-таки это более урезано, возможно, даже многими вообще не соблюдается. Но я вот здесь вот прямо сейчас прочитала и почерпнула для себя очень много интересной информации. Немного опешив, я продолжала разглядывать фотографии, вклеенные в тетрадь. Я никогда не слышала об этих традициях. Удивительно. А ведь семья Светы не была даже особо верующей. Насколько же глубоко в их сознании были сохранены правила почтения мертвых. Хотя, надо признаться, мы всех соблюдаем даже в современной мире. Просто никто из нас никогда не задумывался о происхождении этих простых действий, ставших уже скорее правилами этикета, нежели какими-то ритуальными традициями. Еще немного посмотрев на необычные фотографии, я закрыл тетрадь и вместе с фотоальбомами положил ее на место. Ой, мои дорогие котятки, в первом прохождении мне все-таки надо было идти снизу вверх, а не сверху вниз, потому что верхнюю полочку мы с вами уже разглядывали, и в принципе мы уже знаем, что там находится, но не посмотрев на нее, мы не сможем уйти от серванта. Какая-то стопка бумаг. Открытки, письма, счета и бланки. С новым 1986 годом гласила надпись на одной из открыток. С 8 марта. Пусть ваша девочка растет здоровой и красивой. От любящего дедушки. Никогда ничего не слышала дедушке от Света. Возможно, он умер, когда она еще была совсем маленькой. А надпись на одном из стареньких листков бумаги гласила. Молитва об упокоении души умерших. Должно быть, это листочек принадлежал матери Светы. После смерти отца. Еще один листок бумаги. Что это? Прости. Я знаю, что так будет лучше и для тебя, и для меня. Тетя Оля тебе поможет. Не плачь обо мне. Пусть у тебя все будет хорошо. Продавай дом и уезжай в город. Но не оставайся здесь одна. Они будут пытаться забрать тебя. Не поддавайся. Следи за могилами на задворке, пока не уедешь. Ты знаешь и сама, что их оставлять нельзя. Но не тревожь их. Помни о мертвых. Прощай. По моим рукам пробежал холодок. Не может быть. Это записка ее матери. Предсмертная записка. Они будут пытаться забрать тебя. Не поддавайся. Это про родственников? Могилы на задворке? Это что? Серьез? У них что, реально были могилы на заднем дворе? Не может быть. Света бы обязательно мне об этом рассказала. Я должен проверить. Хотя, может и не стоит. Отправиться на задний двор? Хоть мы там и были, мои дорогие котятки. Но мы с вами все равно отправимся на задний двор. Потому что у нас получается, что именно в третьем видео по игре нам верили эхо складывается полная картина о семье Светы. То есть мы с вами приехали на кладбище в одиночестве. Получается уж. Ну, там почти в одиночестве. Мы с вами увидели, что рядом с могилой Светы есть могила какой-то Заболоцкой. Там кто? Эн, по-моему, да, была. Мы сейчас прочитали письма. Мы с вами посмотрели фотографии. Мы с вами прочитали тетрадку, в которой был указан обряд почитания умерших. И, конечно, мы же сейчас должны двинуться вперед на задний двор Дома Светы, чтобы увидеть, а кто же там-то, собственно говоря, похоронен. Мне кажется, что как раз-таки в письмах то, что писалось, мы с вами поймем тогда, когда заглянем на задний двор. Да, я сейчас же должен в этом убедиться. Я выскочил из дома на улицу. Дождя больше не было, но вокруг стало темно. Небо было почти черным. Хотя до темноты еще оставалось несколько часов. На улице пахло сыростью. Все вокруг молчало. Ни дуновений ветра, ни шороха травы. Тишина. Самое лучшее время, чтобы посмотреть на могилу у заброшенного дома в лесу. Наверное, будь я на 10 лет моложе, мне было бы страшно. И если бы не было так больно. Да нет, не может этого быть. Это просто... Я аккуратно двинулся в сторону бани и других построек на заднем дворе. Так и есть. Да их тут даже целых три. Я просто не могу в это поверить. Кому могло прийти в голову хоронить людей у себя на огороде? Это чтобы картошка лучше росла? Или чтобы почувствовать своих родственников на вкус? Это... На ум не приходит ничего, кроме мата. Только один вопрос. Зачем? Да и кто им это разрешил? Судя по почти обваленным крестам, они здесь уже очень давно. Возможно, кресты даже меняли за все это время. Может, это просто какая-то старая традиция? Скорее всего, это и правда так. Немного успокоившись, я начал вспоминать, что когда-то слышал край муха о таких вещах. Дома мертвых, урганы, которые часто находили местные в лесах. Об археологах, которые что-то там нашли в этом районе. Кажется, и о погребении близких членов семьи на своем участке что-то было. Но, возможно, я и путаю. Помню еще, что кто-то мне рассказывал о подвале. Но это кажется в других регионах. В глубокой старине погреб также использовался в качестве места погребения для членов семьи. Только подумать. Спустился за огурчиками, а тут и бабушке хлебушек на могилку и оставил. Хотя, если представить, звучит не так уж и жутко. Ведь жутко может быть лишь постороннему человеку. Я подошел к одной из могил поближе. Надписи дата были почти полностью затерты следами коррозии. Удалось рассмотреть только первое слово. Анна. Странно. Мне почему-то показалось это лицо знакомым. Нет, я точно видел его где-то раньше. Этот взгляд и... Глаза. Точно. Глаза этой старушки были разными. Сейчас уже невозможно определить, какого цвета. Фото сильно обветшало. Но радужка одного глаза была явно светлее другого. Я точно уже подмечала эту деталь на этом портрете. Кажется, даже в диалоге с кем-то. Но когда? И с кем? Лес зашумел. В лицо мне подул легкий свежий ветерок. И опять тишина. Такое обычно случается перед сильным ветром. Как бы ни случилось урагана. Надо бы поспешить. Я еще так и не побывал в комнате света. Итак, давайте немного отличимся. Дорогие котятки, что мы с вами прочитали в письмах? Мы с вами прочитали, что кого-то похоронили на кладбище, в отличие от, по-моему, нашей мамы. Да, было написано. То есть, получается, здесь, во дворе дома Светы, находится могила ее прабабушки. А бабушка Светы, как и положено уже, да, по христианским нормальным, неславянским традициям. Ну, почему нормальным? Как-то я неправильно сказала. И славянские традиции, они тоже нормальные. И христианские нормальные. А может быть, это вообще все в целом ненормальное. Привычные. Я заменю это слово нормально на привычные нам сейчас традиции. То есть, получается, прабабушку похоронили по одним традициям. В то время, когда хоронили, я не знаю, возле домов, да, или вот опять же в домах мертвых, курганах. А уже бабушку Светы уже похоронили более вот в привычной нам атмосфере. То есть, в специально отведенном месте за городом или за пределами деревни, села, поселка и так далее. То есть, я так понимаю, вот, ну вот, соблюдали какие-то обряды и традиции. Если уж не родители Светы, то предки Светланы точно, сто процентов, жили по каким-то обычаям. Скорее всего, уже сейчас забытым. Может быть, кстати, кто-то до сих пор придерживается этого. Итак, продолжим. Немного обдумав увиденное, я еще раз осмотрел комнату покосившегося дома. Слева находился проем за навешанной шторкой. Комната Светы. По дверному косяку можно было отчетливо разглядеть, как покосился дом спустя годы. На секунду я представил, что сейчас лето. За окном тепло и светло. А Света лежит на кровати у себя в комнате. Опьяненной успокоительной фантазией, я отодвинул шторку и шагнул внутрь. Ну, вот я и пришел. Я должен был сделать это еще давно. Как же больно видеть это все таким пустым и мертвым. А ведь когда-то она здесь жила. Делала уроки. Писала свои письма мне. Гуляла. А на этой кровати спала. В голову вновь пришла странная мысль осмотреть кровать. Быть может, здесь есть шансы найти ее волос? Странная мысль. А зачем он мне? Не знаю. Пусть просто будет. Опущу его дома в колбу и буду хранить. Разглядываю иногда. Приступах меланхолии. Я внимательно смотрел одеяло и подушку. Но ничего не нашел. Ничего не осталось. А когда-нибудь и от дома ничего не останется. Только лес. Я провел рукой по одеялу. Какое же это странное ощущение. Прикасаться к предметам, которые когда-то жили вместе со своими хозяевами. Мне начало казаться, что я чувствую ее запах. Это ее запах. Я точно знаю. Я бы и не вспомнил его, если бы не почувствовал его вновь. Может, я просто выдаю желаемое за действительное? Неважно. Неважно. Наверное, ничего страшного и не случится, если мы согласимся. Раз уж у нас так упорно. Нам разработчики говорят про простуду, про сырость, про слякоть, про грязь, про сырые ноги. Давайте выпьем. Вообще эффективность спирта, она вроде бы не доказана. Что если мы будем спиртом, то мы не заболеем. Ну, как бы вот люди верят в это, а тем более у него перцовка, да, то есть перец, он же разгоняет кровь. Поэтому давайте выпьем, почему бы и нет. Достав бутылку, я сделал большой глоток. По горлу вновь растеклось обжигающее тепло. Все не так уж и плохо. Найду что-нибудь памятное, немного посижу еще и двину домой. Мой взгляд упал на старую тумбочку. Наверняка там есть что-то из нашего детства. Комиксы, журналы, которые я ей дарил. А может быть даже письма. Или фотографии. Итак, здесь у нас снова с вами стоит выбор открыть ящик или дверцу. И в своем первом прохождении я выбирала открыть дверцу. Ничего там сверхъестественного не случилось. Мы просто достали пачку писем. Главный герой прилег на кровать. Ну и там что-то вот произошло. Пожалуйста, добро пожаловать на мой канал. Второе видео по игре Эхо. В этом же видео я хочу все-таки открыть верхний ящик. И узнать, что хранится именно в нем. Потому что, опять же повторюсь, при прохождении этой игры в первый раз я сумела открыть только нижний ящик. И все. Может быть в этом видео мы сможем открыть и верхний ящик, и нижний. Я открыл ящик. Тетради, учебник, какие-то бумажки и маленькая шкатулка. Открыв шкатулку, я увидел множество мелких предметов. Канцелярские скрепки, стирательные резинки, какой-то маленький ключик. Под тетрадями было несколько бумажек. Рисунки. Могилы, деревья и какие-то лица. Раскрыв одну из тетрадей, я вновь обнаружил множество рисунков и пометок с датами. Похоже на попытку вести дневник. Я прибежался глазами по строчкам. Мама постоянно зажигает свечи и ставит им стопку на могилу, чтобы не приходили. Лишь на их праздник она оставляет накрытым на стол перед сном. В такие ночи я не могу уснуть. Мне постоянно кажется, что кто-то ходит по дому. Сидит за столом. Иногда я даже слышу чьи-то приглушенные голоса и звон посуды. Слышу, как скрипят половицы, как шумит рукомойник. Слышу, как кто-то шепчет. Что это? Мне стало немного не по себе. Налет ностальгического ощущения начал медленно сменяться неприятным ощущением тревоги. Я положил бумажки на место и закрыл ящик. Да ладно! То есть мы и при первом прохождении могли полностью изучить сервант и полностью также изучить тумбочку. Но вот Флоффи Китти как-то поступило неразумно. И все самое интересное и вкусное, рассказывающее нам как бы целиком полностью об укладе жизни семьи Света, мы узнаем с вами только при втором прохождении. Ну, это Флоффи Китти, по-другому никак. Ну что ж, а теперь давайте заглянем в нижнюю часть тумбочки. Недолго думая, я открыл дверцу тумбочки. Окно, находившееся в комнате Светы, позволяло более подробно увидеть содержимое без дополнительного освещения. Моему взору сразу же предстали пачки журналов. Какие-то коробочки, маленькие сумочки, стопки книг и тетрадок, учебники, русская классика, которую проходят в школе. И пачки писем, перевязанные бечевкой. Ну, наконец-то! Я взял в руки пачку писем, перевязанной бечевкой. Это мой почерк. А ведь он почти не изменился. Она их хранила. Я знал. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Перелистовые старые конверты я открывал некоторые из них наугад и читал. Господи, какая же чушь! Мне стало стыдно и смешно. Должно быть, в этот момент я улыбался, как дурак. Я мог бы столько ей всего сказать, столько всего важного, но я даже не находил слов, чтобы просто как следует подержать ее после смерти отца. Теперь мне было неловко видеть эти сухие, почти официальные слова соболезнования. И как она только общалась со мной! Строки писем вновь откидывали меня назад в прошлое, и воспоминания завладели мной как никогда. В какой-то момент я прокинул голову на подушку и закрыл глаза и вновь почувствовал ее запах. Очередная иллюзия, навеянная воспоминаниями. мысли оказались смешанными в одну сплошную кашу. Я вновь начал думать о том, что было бы, если бы все сложилось иначе. И мои фантазии начали обретать слишком правдоподобные очертания. Отвернувшись к стене, я увидел ее спящей. Ее лицо было передо мной в нескольких сантиметрах. Я еще сильнее почувствовал ее запах и дыхание на себе. В какой-то момент я вдруг понял, что она не спит, а просто притворяется. У вас тут опять холодно? Угу. Как-то сладко ответила Света, словно не желая оторваться от приятного сна. А я вот к тебе пришел. А давай просто полежим. Давай. Сказал я и начал рассказывать ей о каких-то глупостях. Она смешно хрюкала в одеяло, не открывая глаз. Я не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что уже наступило утро. В окошко заглянуло солнце и вокруг стало светло. Я понимал, что проболтал с ней всю ночь и скоро мне придется возвращаться домой. Одному. Но мне почему-то не было грустно. Все было именно так, как и должно было быть. А потом она все так же, в полудреме и не открывая глаз, произнесла. «Ну все, тебе пора, а то бабушка придет и будет ругаться». «А почему она будет ругаться?» «Потому что она злая. Сердится, что к ней никто не приходит. Говорит, что они все позабыли». После этого Света открыла глаза и посмотрела на меня. Как много лет я не видел этого взгляда. А ты про меня не забудешь? Никогда. Хорошо. Тогда я спокойна. Заходи еще как-нибудь. Обязательно. В тот же момент я проснулся. Передо мной было голое незанавешенное окно. Странно. Кто и зачем сорвал шторы с окна в ее комнате? На улице уже было темно. Лишь спустя секунды до меня стало доходить что мне только что приснилось. Приятная легкая дремота сменилась тревожным чувством. По телу пробежал легкий холодок. «Это что? Значит, она и правда приходила ко мне во сне? Или это мой мозг просто показал мне то, что я так хотел увидеть?» От удара молнии я тут же скачал с кровати. «Какого? Мне же еще до дома идти надо. Лишь бы дождь не начался. Иначе я точно слягу с температурой прямо на даче. Или здесь?» Едва я озвучил эту мысль до конца у себя в голове, как вдруг услышал шорох за окном. Словно кто-то ходил возле дома. «Еще раз?» «Нет, не показалось. На улице точно кто-то есть. Может, это лиса или еще какой-то дикий зверек?» Какое-то неприятное, гнетущее чувство обволакивало меня, как туман. Я вновь напряг слух. Тишина. Можно было бы, конечно, подойти к окну, но я боялся. Да и мало ли что могло шуметь на улице. Да что же это такое? Мерзкий отчетливый стук в стену дома. Прямо под окном. Словно кто-то стучится головой. Твою же мать! Что за мерзкие звуки? Все еще стесняясь признаться самому себе, что мне страшно. Я неторопливо встал и вышел из светиной комнаты. Здесь ничего не слышно. Какая гнетущая тишина! Этот дом мне больше не нравился. Он больше не вызывал у меня ностальгических воспоминаний. Чужой дом, в котором жили чужие люди. И даже для Светы он был чужим. на улице возле крыльца опять послышался легкий шум. Господи, да что же это такое? Может просто бездомный кот? Но слишком далеко от деревни. Нет, это точно какое-то животное? Людей здесь быть не могло. Мне начало казаться, что я слышу на улице звуки, который мог издавать только человек. Похоже на дышку пожилого человека. Как явно такое не могло послышаться. Я стоял ковкопанной и боялся пошевелиться. Надо что-то делать. От еще недавно разрывающих душ и воспоминаний не осталось и следа. Страх поселился в моем сознании. И словно червь-паразит точил мой рассудок изнутри. Надо валить, пока не поздно. Мне больше нечего здесь делать. Идти пешком в такой темноте достаточно опасно. Да и просто страшно. Кажется, я и так уже начинаю сходить с ума. Тем более, что идти придется через кладбище. Я достал телефон и набрал номер Вовы. В спешке я объяснил ему, что хочу убраться отсюда как можно скорее. Вова молчал. Поняв, что не очень-то хочется тащиться сюда в темноте, я пообещал доплатить его тысячу рублей за это. Немного подобав, Вова согласился. Отлично, осталось только дождаться. просто дождаться. Это не так уж и сложно. Минут пятнадцать я провел в полной тишине, которая давила на меня, словно низкий потолок в закрытой комнате. Когда я уже начал успокаиваться, с улицы донесся подозрительный глухой стук, словно кто-то несколько раз ударил дверью на крыльце. Вова? Нет, это не он. Мне очень хотелось в это поверить, но это был не он. Он бы вряд ли стал заходить в дом. К тому же я не слышал звука мотоцикла. Мне стало по-настоящему страшно. Я начала нервно дергать руками, пытаясь что-то схватить в воздухе. В коридоре раздались чьи-то тяжелые и медленные шаги. Сжавшись как еж, я задержал дыхание. Главное не издавать ни звука. Может спрятаться? Нет. Ни звука. Ни шага. Ни даже вздоха. Нужно перетерпеть. Мне показалось, что в таком состоянии я провел почти целую минуту. Больше ничего не происходило. Может все это мое больное воображение? Стресс? Недостаток сна? Стресс? Стресс? Сам не понимая как, но я решил отправиться навстречу своему страху. Выйдя в прихожую, я немного осмотрелся. Все так же темно. Несмотря на то, что в коридоре я больше не слышал ни звука, стойкое ощущение того, что кто-то есть в доме, не покидало меня. Мне даже показалось, что я вновь почувствовал запах. Запах какой-то сырой гнили. Может это из-за грозы? Душа в доле секунды провалилась куда-то вниз. Я начал пятиться назад. Почти на ощупь я добрался до светиной комнаты и замер. Окно! В спешке я начал открывать все шпингалеты на почти развалившейся оконной раме. Позади раздалось чье-то бормотание. Быстрее! Я чувствовал, как мое бешеное дыхание вот-вот должно было прерваться истерическим криком. Не открывается! В панике я за всех сил надавил на раму, и она с хрустом раскрылась наружу. «Быстрее!» Я был готов поклясться, что когда вылезал из окна, то слышал, как кто-то бухтел за моей спиной. Отбежав на несколько десятков метров от дома, я остановился. Какая же темнота! Куда мне идти? Через несколько секунд послышался рев мотоцикла, а затем темноту пронзил свет от фар. «Вовремя!» «Вовремя!» «Пора валить отсюда!» Спотыкаясь, я двинулся на свет. Хромешная тьма. Хорошо, что я не рискнул идти своим ходом. Точно бы заблудился. Подбежав к Вове, я сразу же поспешил сесть позади него. «О, привет!» «Валим отсюда!» Вова испуган оглянулся на меня. «Газуй! Потом все объясню!» Вову не пришлось долго уговаривать. Кажется, он и сам был не рад здесь оказаться. Даже не верится. Голова немного раскалывалась. Слово, меня вырвали из глубокого сна. Выкопали из могилы. Мы ехали в темноте, и Вова старательно объезжал каждую яму. Ему явно не хотелось бы застрять еще раз посреди леса во мраке. Да и мне тоже. Холодный ветер и размеренный рев мотоцикла почему-то начали успокаивать меня. Теперь все позади. Навсегда. Прощай. надеюсь, я больше никогда не увижу этих мест. Никогда. И все же что-то внутри меня говорило, что я и теперь об этом не забуду. Буду помнить и когда-нибудь приеду сюда вновь. значит, до встречи. Спи спокойно. Мне дали ачивку New Friend. Ну что, дорогие котятки? Ну что, дорогие котятки? Преодолели мы с вами новеллу Эхо еще раз ради того, чтобы получше узнать семью Света, о том, как они жили-были и также для того, чтобы получить вот такую вот замечательную развязку. то есть мы с вами приобрели нового друга. То есть если при первом прохождении мы получили с вами ачивку Старый Друг, то теперь мы с вами получили ачивку Новый Друг. Не знаю, что за ачивку дадут при третьей концовке этой игры, но думаю, что у нас с вами представится возможность обязательно об этом узнать. Ну а вы, мои дорогие котятки, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте мне лайки и пишите мне комментарии, мне будет очень и очень приятно. Ну а на этом я со всеми вами прощаюсь, до новых встреч. Как всегда рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу!